Учителя, которые находились вот с нами в кабинетах, они сами страшно переживали за нас. Ну и какие результаты? Вот, Сереж, ты с чем столкнулся? Ты либо знаешь и пишешь правильный ответ, либо ты не знаешь. А надо, может, зонтик дать, нет? Ничего, что я прям по чесноку. Ну, это большой стресс для родителей, потому что даже вот моя племянница, которая сидит дома, им задают кучу всего на дом. И родители нету возможности нормально работать, потому что они должны следить за детьми. И вот здесь идет камень проявления дистанционного обучения. У меня младшая сестра в восьмом классе училась, когда на нас напало это дистанционное образование. И в тот момент у меня, к счастью, так совпало, что нам тоже сказали на пары в университет не ходить, у меня выпускной курс. Я сидела дома, спокойно могла писать диплом, готовиться к, значит, итоговым испытаниям. У сестры как раз в это время дистанционное, и у меня была возможность максимально погрузиться в эту тему. И вот, как скажу, в моей жизни это был очень положительный опыт. Во-первых, у меня была возможность постоянно проводить с сестрой время. И как бы, когда, вот как она мне сказала, мне гораздо больше нравится дистанционное обучение, я бы с радостью на него перешла и после, когда вот мы выйдем после карантина. Потому что вот ты в школе сидишь с девяти до двух, потом приходишь домой, с трех начинаешь делать уроки. Сначала тебе нужно понять все, что тебе объясняли с девяти до двух, заново это нагнать, перебрать, понять, что вообще от тебя хотели. То есть я опять же с ней сижу, объясняю это. А потом мы начинаем делать домашние задания, и так это заканчивается в 12 ночи. Ну, мне повезло, я школу закончила без этого всего. Ну, у нас сейчас в УЗИ будет вот эта дистанционка. И вот эти три месяца, что я занимался, тоже она была. Но, во-первых, никакой социализации. Я даже не видел в лицо своих одногруппников, по сути, и не увижу, скорее всего, уже. Ну, так или иначе, пообщаться даже с преподавателем, по сути, ты не можешь нормально подойти к нему после пары, еще что-то. Лекция прошла, и все, конец. Потом в школе, ну, в другом любом учебном заведении, все-таки соответствующая обстановка, что ты сидишь, учишься, а не так дома, что у тебя куча отвлекающих факторов, которые тебе мешают получать ту же самую информацию. Он достаточно эффективнее позанимается в домашних условиях, потому что, давайте, честно, положа руку на сердце, ну, ответим, сколько минут из 45 минут урока уделяется учебной деятельности. Ну, максимум минут 10. Все остальное – это организационные моменты, какие-то дисциплина, там, чтение учебника и так далее. То есть конкретно продуктивно работают, ребята, я считаю, минут 10 от урока. То есть давайте тогда возьмем эти 5 дней в неделю по 10 минут. Вот, пожалуйста, один предмет можно, я считаю, изучить один раз в неделю, посвятив ему, ну, там, плодотворные полные 40-50 минут. Все новое нужно давать дозированно. Вот чтобы подменять понятие, убирать очное присутствие ребенка в школе и отправлять его на дистанционку, ведь даже заочное учреждение с присутствием хотя бы месяц-два, ну, сессия, да, мы присутствуем, мы видим преподавателей, происходит живое общение между учащимся и преподавателем. Подменять полностью дистанционным образованием – это ошибка, это будет неправильно, потому что ребенок должен видеть учителя, он должен его знать, он должен его понимать, точно так же, как и учитель должен видеть своего ученика, он должен объяснять кому-то учитель. Он не может объяснять камере, он не может объяснять, не знаю, там, по скайпу, это совершенно неправильно. Все мечтали увидеть учителя без мела. Увидели, увидели с 13 марта, да, увидели учителя без мела, но мне, я много читала комментариев по этому поводу, и было так интересно читать комментарии, особенно тех людей, которых ты знаешь, которые говорили, что учителей не надо, достаточно того, что есть интернет, есть компьютер, и ребенок может сделать сам. Учителя вообще лишние в школе, они только мешают. Как вы говорили? Говорили, писали такое, да. И когда я увидела комментарии тех же самых людей после дистанционки, которые говорили о том, что что это такое, почему учителя исчезли, учитель нужен в школе, ну, честно говоря, порадовало, что дистанционка, по крайней мере, дала понять многим людям, что все-таки учитель нужен. Все-таки ученик без учителя, ну, есть вещь, которая не поймет, нужно объяснить. Прочитать можно все, найти тоже можно все в интернете сейчас, да, в любой момент, а объяснить может не каждый. Насколько мне известно, но, если хотите, чтобы я не была голословной, просто посмотреть на проекты, которые были утверждены в правительстве в 2016 году, это современная цифровая образовательная среда, да. О чем этот проект? О том, что в скором времени все будут переходить на цифровое обучение, то есть на онлайн-школы, онлайн-курсы. Чтобы преподавать, да, то есть чтобы передавать знания в онлайн-среде, учитель, по сути, не нужен. Кто нужен? Нужен тот, кто будет следить за тем, доходит ли для человека, например, онлайн-урок, нажал ли он кнопочку, получил ли он, да, эту информацию. То есть такой онлайн-классный руководитель. Учитель, по сути, не нужен, да. Ну, а зачем он? Для того, чтобы реализовать такую форму обучения, нужно соблюсти несколько условий. Первое, конечно, условие – это техническое оснащение, да, с чем и столкнулись многодетные семьи в момент всеобщего дистанционного обучения в конце учебного года. Нехватка компьютеров, нехватка рабочего места, да, да даже элементарно нехватка времени. Сколько процентов в общем образовательном процессе начальной школы может занимать условно дистанционка? И этот вопрос, когда мы ставим четкий вопрос, обязательно появляется очень четкий ответ. А ответ очень простой. Что такое дистанционка? Это прежде всего компьютер. Правильно? Да. Ну, неважно, это компьютер, это компьютер. А параллельно с Академией Педнаук, которая ничего пока толком четко не говорит про это. Она как будто отошла в сторонку и смотрит эти академики. А что получится? И вот когда будет результат хороший, они дружно, видимо, присоединятся к этому хорошему результату и сделают свои бонусы, да? Ну, я так думаю, вот. Нет, подожди, а что это? И вот, но есть еще другая академия, Академия Медицинских Наук. И вот с ней-то спорить уже сложнее. Потому что у нее авторитет больше, ну, то есть она более весомая всегда была и будет всегда. Потому что это академия, которая отвечает за жизнь, за здоровье. А они говорят очень просто. Есть ГОСТы по общению ребенка с компьютером. И в этих ГОСТы четко написано, что ребенок в течение недели должен общаться не более четырех часов с компьютером. Используя вот этот очень официальный режим взаимоотношений, мы закрываем папку с проблемой дистанционного обучения и кладем ее туда, где она должна лежать. Планшеты будут раздаваться бесплатно, что, в принципе, мы сейчас уже видим. В школах Грузии к первому сентября все дети получили бесплатные планшеты. И это будет как подарок? Да, это как подарок, это как великое благо. То есть дети, знаете, интервью, если проинтервьюировать детей, они же счастливы, конечно, будут. Я и в школу хожу, учусь в планшете, да, и точно так же я и дома сижу, играю в планшете. То есть если по саннормам, сколько ребенок может сидеть в компьютере, чтобы его психика оставалась сохранной. То есть посмотрите на детей, которые не могут фильтровать информацию, которая поступает. То есть они просто не выдержат. Психика даже взрослого человека не выдерживает такой нагрузки. Почему у нас у людей столько панических атак сейчас повально? Все страдают от панических атак. Потому что все свободное время вместо пребывания на природе, прослушивания, не знаю, классической музыки, люди сидят, уткнувшись в планшет. Ну а мы хотим вас познакомить с нашими новыми друзьями. Это ребята из магазина «Эксперт». Они очень хотят, чтобы тема школьного образования волновала родителей. Поэтому просто необходимо сделать репост этого видео, и буквально через неделю состоится конкурс. Итак, магазин «Эксперт» с радостью подарит три приза. Первый приз – настенные часы в детскую комнату. Второй приз – мышка игровая Red Dragon. И третий приз – тепловой конвектор. Ну и вообще, отличный магазин с хорошим выбором. Все достойно представлено. Выбирайте, приобретайте, пользуйтесь. Лично мне ЕГЭ на самом деле нравится. По той причине, что люди, которые живут где-то в глубинке, имеют шансы, если они хорошо учатся, скажем так, имеют шансы поступить, ну, даже в самые лучшие вузы, если они к этому стремятся, к этому готовятся. Потому что раньше нужно было лично приезжать, сдавать экзамены. Ну, у кого-то такой возможности просто не могло быть, при том, что они очень умны. Сейчас же это позволяет им попробовать, по крайней мере, поступить туда вот, ну, в лучшее место, скажем так. Так что, мне кажется, это очень хорошая штука. Формат ЕГЭ – это формат тестовой работы, который не предполагает, как это такое слово, не предполагает, не учитывает мнение ребенка, его видение, не предполагает использование критического мышления. А это очень важно, уметь критически мыслить, это, ну, стратегически правильно, это важное качество, которое в будущем очень понадобится. Естественно, это не позволяет оценить ученика на все 100%, потому что тесты, они, как обычно, заучиваются, там какие-то вопросы, они же все повторяются, они очень типовые. Вот, но как студентка и как ученица, естественно, говорю, что это удобно для сдачи, для успешной сдачи, естественно, всем нужны баллы, их должно быть как можно больше. Поэтому нам это на руку всегда было, заучить все вопросы и сдать хорошо. Но, с другой стороны, оценить знания и показать себя в университете, допустим, да, этого, конечно, недостаточно, нужно знать гораздо больше. Ну, действительно, мне сравнивать не с чем, когда я пошла в класс, наверное, четвертый, эта система уже активно применялась. И я помню, когда я была в четвертом классе, мы поехали на отдых, и я активно слушала про вот новую систему ЕГЭ, что это такое. Я тогда подумала, боже мой, наверное, вот когда я буду сдавать этот экзамен, я буду так сильно волноваться, что я просто, я, наверное, прямо умру на этом экзамене, ведь от него зависит вся моя жизнь. Вот настолько мне казалось это значимым, важным. Но чем ближе ты подбирался к этому рубежу, тем больше казалось, что в целом это все преодолимо. В девятом классе мы сдавали экзамен ГИА, так он назывался, сейчас он называется ОГЭ, если не ошибаюсь. И как-то вот этот ГИА, он позволял потренироваться для детей и тех, которые не собирались уходить в колледж после девятого класса. У нас была возможность попробовать эту систему, было страшно, конечно, но в то же время, на мой взгляд, это лучше, чем вот то, что было раньше, то, про что мне рассказывали, я не имела возможности попробовать. Потому что вот у тебя есть возможность потренироваться, ты четко знаешь формат заданий, ты можешь купить 300 разных книжек, попробовать в интернете, именно тот формат, который будет тебя спрашивать. Ты знаешь, примерно блоки тем, готовиться проще, чем тот вариант, когда ты не знаешь, что будет, это приблизительно что-то, выпускные экзамены. И при поступлении это тоже проще, тебе не нужно сдавать, вот как сейчас я закончила бакалавриат, и мне нужно поступать в магистратуру. И это разные экзамены в каждый вуз, это гораздо труднее, чем когда ты сдал единый экзамен. И потом просто эти результаты ты подаешь, куда тебе нужно. Многие мыслят нестандартно, естественно, и так как обычно ответы, они, грубо говоря, штампованные, не всем преподавателям нравится, даже если не нравится, они вынуждены поставить минус какой-то балл, да, сколько-то баллов, потому что это не по правилам, хотя ответ был достаточно интересный. И это, конечно, очень огорчает, потому что многие дети, они идут против штампов, они такие... Революционеры. Да, да, и это, на самом деле, это здорово. В университете это оценится, а на ЕГЭ, да, я думаю, что во многих университетах бы оценилось какое-нибудь нестандартное мышление, творческий подход, да, тот же самый. Креативность. Да, креативность, это круто, но в ЕГЭ нужно это все заблокировать себе и писать, как вот нас учили, то, что сочинение ты пишешь одними и теми же фразами, начинаешь, заканчиваешь, это все должно быть как прописали, как шаблон, да, и это, конечно... Во-первых, есть такие особые задания, например, по литературе, когда ты пишешь, сколько там, шесть сочинений, у тебя есть возможность проявить там это настолько ярко, насколько ты можешь. По истории, по почтовознанию тоже есть сочинения, да, они некоторыми рамками ограничены, но, тем не менее, свое творчество ты все равно можешь туда включать. Плюс ко всему, те специальности, которые требуют именно проявления своих незаурядных способностей, там, допустим, когда ты поступаешь, ну, на какой-то факультет дизайна и так далее, там все равно не требуется четко, вот настолько сильно не требуются баллы ЕГЭ, вот, ты все равно проходишь вступительные творческие испытания, где ты можешь максимально раскрыться. Поэтому, на мой взгляд, в этом нет ничего такого. Все равно те предметы, которые русский, математика, там, не знаю, физика, биология, ну, где тебе там раскрываться? Ты должен знать базу, ты должен знать, как бы, хорошо вот то, что тебе дают в школе. Ну, уже какой выбрали путь, такой выбрали. Все, что уже было, что было сделано, уже сделано. Сейчас приходится выживать в тех условиях, в тех реалиях, которые вот существуют. Но тестовая система не есть хорошо. За ней как раз теряется личность. Ведь когда мы сдавали устно экзамен, когда мы сдавали его письменно, это были сочинения или изложения, мы видели ребенка, мы его слышали, мы его понимали, мы его чувствовали. За вот этой безличностью, которая происходит сейчас в тестовой системе, ты не понимаешь, кто это, что это, мальчик, девочка перед тобой. Старшеклассник или выпускник прошлых лет. Ведь как проверяются сочинения по ЕГЭ. В свое время же я еще была экспертом по ЕГЭ, по русскому языку. Проверяла сочинение, вот ту самую часть С, пресловутую. И за вот этими вот цифрами ты только понимаешь, что там судьба ребенка, когда ты проверяешь это сочинение. Но так как написано все по шаблону, по критериям, ты не видишь его интересов, ты не видишь его мнения, ты вообще не понимаешь, кто там за этим вот листочком. То, что сейчас творится за последние годы в системе образования, меня полностью как мама, как родители, как психолога меня не устраивает. Потому что те традиционные ценности, которые раньше были в школе, они постепенно уничтожаются. Во-первых, о чем тут хочется сказать? О том, что учителя, они подвержены очень сильному давлению со стороны системы. Та бюрократия, которая сейчас процветает в школах, в системе образования, она не дает учителям времени, сил и вообще какого-то внутреннего ресурса для того, чтобы учить детей. То есть образование ложится полностью на плечи родителей. Я думаю, что те программы, которые используются сейчас в системе образования, во-первых, нет единой государственной программы, которая была бы понятна и доступна ученику. То есть родитель вынужден либо закончить свою карьеру и сесть и учить своего ребенка, если он разберется, конечно, в этой программе. Потому что я помню, как у нас бабушка, она заслуженный педагог России, у меня два высших образования. Мы вот так вот, ломая голову, пытались разобраться, что нужно от ребенка в первом классе. То есть задания абсолютно не выстраиваются в логическую какую-то цепочку. То есть ребенку очень трудно самому разобраться. В отличие от той классической традиционной системы образования, которая была хотя бы 15-20 лет назад. Хочется вернуть ту базу, которая была. Но в современных условиях это сделать совершенно невозможно. Засилие информации, насилие, скажем так, Ну это правда, очень много информации. И учебники-то сейчас какие? Они же поверхностные. Они же заставляют ребенка все равно идти искать другую информацию. Но есть ряд информации непроверенной. Ребенок может обмануться. Конечно, задача учителя направить его на путь истинный. Но, а может ребенок выбрать не тот путь. Поэтому, была бы я министром образования, я бы, конечно, пересмотрела и попыталась старую, советское наше образование, как-то реанимировать. Ну хотя бы в каких-то его основных чертах. Продолжение следует...